Синя-синя-синя-синя-синя-синя-синя-синя-синя-синя-синя-синя-синя-синя-синя-синя-синя-синя. Танец без предметов в исполнении самых юных участниц задал тон новогоднему открытому первенству по художественной гимнастике муниципальной спортивной школы. Выступления прошли в разгар новогодних каникул универсального спорткомплексе Подмосковья. Для меня гимнастика, я ей почти живу, у меня даже времени больше свободного нет. Я только все время на гимнастике. Мне нравится заниматься. Нам приходилось очень долго тренироваться, учить. 70 юных гимнасток в возрасте от 6 до 16 лет из Щелково, Орехово-Зуево и Ногинска выступили в групповых упражнениях и в личной программе. Подопечная тренера Наталья Раскосова и 7-летняя Милена Дробинина исполнила упражнения под музыку из оперы «Щелкунчик». Результат – четырех лет обучения. Я вышла, очень красиво выступила. Какую цель ты перед собой ставишь? На чемпионате мира занять первое место. В первенстве выступают дети, начиная с третьего юношеского разряда, заканчивая мастерами спорта. Но независимо от возраста и уровня подготовки, требования ко всем участницам одни, рассказала тренер Наталья Раскосова. Правила соревнований, они для всех спортсменок одинаковые, независимо от возраста. И элементы, они для всех одни и те же. Равновесие, повороты, прыжки. Ну и плюс предмет в руках. Гимнастки должны уметь работать с предметом. Каждый спортсмен ставит перед собой определенную цель. У 15-летней Карины Тарасовой это выполнение девяти сложных элементов, необходимых для получения звания мастера спорта. Неважных соревнований не бывает. Я оцениваю свое выступление нормально. Могла сделать некоторые элементы чуть получше, но в целом хорошо. С пяти лет занимается в спортшколе Елизавета Кондратьева. На соревнованиях она показала полутораминутный танец с обручем. Ее цель выступить на областном чемпионате. Танец с обручем, он мне очень нравится, но достаточно сложный. Какую цель ставишь в этом году? Ну, выполнять на соревнования еще чисто, без потерь. Спортивный год только начался. Большая часть показанных на первенстве упражнений войдет в программу областных соревнований, которые пройдут через полтора месяца. Так что новогодний этап – всего лишь разминка перед насыщенной программой. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.